Нефть в понедельник дешевеет на фоне приближающейся встречи стран ОПЕК и России, в которой должно быть заключено официальное соглашение по заморозке добычи сырья. Опасение трейдеров за результативность саммита вполне объяснимо, так как предыдущие встречи стран производителей нефти показали весьма печальный результат. Нефть марки Brent сегодня оторвалась от минимального уровня 46,5 доллара за баррель и торгуется по 47,38 доллара. Аналитики предполагают рост котировки до 48 долларов за баррель, однако все может измениться кардинальным образом. Нефть марки WTI также торгуется на минимальных позициях, но с перспективами на рост. Североамериканский эталон находится на отметке 46,18 долларов за баррель. Давление на движение нефтяных котировок также послужило из-за еще одного факта, который только усугубляет настрой инвесторов. Так, на сегодня была запланирована встреча экспертов стран ОПЕК и не только, но была отменена из-за отказа принять в ней участие Саудовской Аравии. Это является неким сигналом к тому, что 30 ноября встреча стран производителей нефти стоит под угрозой. Стоит отметить, что сегодня на предварительной встрече эксперты также надеялись, что склонят Россию не к заморозке добычи нефти, как этого она обещала на протяжении всего времени, а к сокращению. Теперь атмосфера еще больше накаляется. Что касается сырьевых валют, то российский рубль, несмотря на слабость доллара США, уступает конкуренту. Волатильность в паре говорит о серьезной борьбе между соперниками, однако пара доллар-рубль продолжает находиться на максимальных позициях. Доллар США сегодня торгуется против российского рубля на уровне 64,99. Рубль, в свою очередь, идет вслед за нефтяными котировками, которые, по прогнозам аналитиков, могут вырасти сегодня к окончанию торгового дня. Это может поспособствовать и росту рубля против господствующей мировой валюты.